Здравствуйте! Мы чрезвычайно рады вас всех видеть, что вас здесь еще много. Мы, честно говоря, даже не ожидали такой ажиотаж встретить. Сегодня у нас пройдет первая лекция мини-курса «Принципы биологии и развития». Этот курс будет читать доктор наук Григорий Евгеньевич Генихович, который сейчас работает в Институте нейробиологии и биологии развития Университета Вены. На кафедре, вернее, или биологии и биологии развития. Но на самом деле это не иностранные ученые, это бывший наш народ. Это выпускник СПБГУ. И, собственно, этот небольшой курс он согласился прочитать нам в рамках года зоологии в СПБГУ, который в этом году начался. Извините, выключите свои микрофоны, пожалуйста. Арина, а ты можешь выключить микрофоны? Да, можно выключить, товарищи, просто. А вот, пожалуйста. Год зоологии в СПБГУ 2022 год, потому что кафедре зоологии беспозвоночных нашего университета исполняется 150 лет. И, собственно, в честь этого мы проводим массу различных мероприятий. Вот это одно такое маленькое. Вообще-то этот курс задумывался как некоторое камерное мероприятие для своих, для кафедральных. Но в последний момент в силу ряда обстоятельств он перенесся онлайн. И поэтому у нас появилась возможность несколько более широко провести его. И вот мы очень не ожидали, что такой возникнет ажиотаж. Но всех вас рады видеть. Я очень прошу вас переименоваться, назваться своими реальными именами. Нам будет проще с вами разговаривать вдруг, когда речь дойдет до вопросов. Еще я очень прошу отключить микрофоны на время лекции. Я думаю, что в связи с тем, что народу очень много, вряд ли у нас получится задавать вопросы по ходу дела. Давайте сделаем две сессии вопросов и ответов. Примерно в середине лекции и примерно в конце лекции. Лекция будет длиться два академических часа примерно, как обычная пара. И вопросы можно писать, если они возникают по ходу дела, можно писать в чат. А потом, во время перерыва, мы будем на эти вопросы отвечать. Собственно, будем их зачитывать, а Григорий Евгеньевич на них ответит. На этом, наверное, у меня все с организационной частью. Спасибо. И вам предоставляйте слово, Григорий Евгеньевич. Большое. Здрасте. Вы меня простите, пожалуйста, за слайды на английском. Мне было несколько дней переделывать. Но поскольку я не знаю, сколько это времени все займет на русском языке, если окажется, что материала недостаточно, я переползу во вторую лекцию. Если окажется, что слишком много, то я закончу раньше. Сегодняшняя лекция будет вводная. И в первую очередь я бы хотел начать с того, что, на мой взгляд, делает биологию развития самой крутой штукой, если возможно, в биологии. Только вот у меня что-то не переключает слайд. Спасибо. Вот смотрите. На этом слайде, я надеюсь, вы видите два оплодотворенных яйца. И они выглядят вполне себе одинаковыми, но при этом левое яйцо вырастет в рыбку, а правое яйцо – в морского ежа. В результате первый важный вопрос биологии развития – это почему из рыбьих яиц вырастают рыбы, а из ежиных яиц вырастают ежи. Связанный с этим вопрос, каким же образом клетки, которые все в организме возникают из одной оплодотворенной зиготы, становятся такими разными. Смотрите, здесь в центре экрана оплодотворенное яйцо мыши. Слева вы видите поперечную полосатую мышцу. Вот здесь вот два кардиомиоцита, то есть это клетки сердечной мышцы. Вот здесь вот у нас суперсложно устроенная сетчатка глаза. Здесь кожа, здесь глия. Как же так получается, что из одной оплодотворенной яйцеклетки, из одной зиготы возникает такое невероятное разнообразие типов клеток, каждая со своей функцией и морфологически очень отличающихся. Дальше смотрите. У вас есть развивающийся эмбрион. И когда этот самый эмбрион развивается, то все это происходит за счет того, что клетки начинают каким-то образом двигаться либо по одиночке, либо в составе клеточного пласта. И сейчас, так, мне надо обратно выключить указку. Простите. Я небольшой умелец зума. Как же мне вернуть обычную мышь? Вот смотрите. В верхнем левом углу у нас четыре картинки с эмбриона морского ежа. Вот на этой картинке вы видите, как из вегетативной пластинки морского ежа, то есть с вегетативного полюса, начинают выселиваться маленькие кругленькие клетки. Это так называемые скелетогенные мезенхемы. Они будут потом делать скелетные спикулы. Они вселяются в полость эмбриона по одной и там самостоятельно ползают, выстраиваясь в определенную структуру, которая даст потом скелет. Потом со временем начинает инвагинировать кишка. Вот это вот отверстие, которое называется бластопор, в конце концов станет анусом. А вот на этом месте образуется рот. Морские ежи у нас, как известно, вторичные роты. И здесь мы видим сразу уже второе движение. Это движение клеток в составе клеточного пласта. Еще один вариант движения клеток в составе клеточного пласта – это гастрюляцию лягушки, которую вы наблюдаете сейчас внизу. Вот только что внутрь уползла энтодерма, и клеточные движения продолжаются, эмбрион удлиняется, и образуются нервные складки, и вот закрывается нервный желоб, образуется нервная трубка. Вот здесь вот будет мозг, с другой стороны будет задний конец туловища. Сейчас он прокинется на бок, эмбриончик. Вот здесь, в правой части экрана, вы видите эмбрион данюрерия – это рыба. И зеленым окрашены клетки, которые экспрессируют зеленый флюоресирующий белок, в предшественниках нервных клеток. Эти предшественники нервных клеток будут сползаться к центральной линии спины, значит, дарзальная центральная линия, которая здесь, на картинке снизу, это вы смотрите на эмбрион со спины, а здесь вы на него смотрите в разрезе, то есть спина будет вот там, где у меня мышь ползает. И вы сейчас увидите, как эти клетки вдруг начнут ползти к центру и образовывать нервный тяж, который после этого образует внутри дырку и превратится тоже в нервную трубку этой рыбы. Вопрос такой – откуда все эти клетки, знают, куда им ползти и зачем? Следующий важный вопрос про то, как эмбриональные структуры узнают, где им образовываться. Потому что, смотрите, вот у вас на левой картинке голова плодовой мушки, дрозофила, и у нее есть разнообразные ноги на голове, в том числе одна из этих самых конечностей – это антенна. Вот это вот. И если сломать ген под названием антеннопедия, голова этой дрозофила будет выглядеть вот таким вот образом. Вместо антенны у нее будут расти ноги. Вопрос, соответственно, таков – откуда эти самые эмбриональные структуры узнают, где им нужно развиваться и где им не нужно развиваться? Следующий вопрос. Вы, наверное, все видели хотя бы по телевизору манящих крабов. У него есть одна здоровенная клешня, а одна очень маленькая. Каким образом животные регулируют размер своих частей? Почему в данной ситуации левая клешня знает, что ей нужно быть такой гигантской, а правая клешня знает, что ей нужно быть такой крохотной? Следующий вопрос. У нас есть животные, у которых очень сходный общий план строения. У нас есть вот здесь вот курица, страус и калибри. Все это птицы. У них очень сходный план строения организма общий. И тем не менее они страшно различные по размеру. То есть гигантский страус, крохотные калибри. Все они вылупляются из яиц, которые тоже очень сильно отличаются по размеру. Вопрос такой. Если у вас есть одинаковый план строения, который должен быть реализован в очень разных размерах, каким образом он масштабируется? Потому что это же нетривиальный вопрос. Почему слон, например, и мышь, которые, в принципе, довольно близкие родственники, каким образом можно перенести их в план строения, таким образом он промасштабирует, что ничего не ломается? Следующий вопрос. Слева внизу скелет мыши, справа вверху скелет гремучей змеи. У вас имеются повторяющиеся структуры в организме. И у меня тоже, и у всех, и у всех. Как можно определить то, сколько их должно быть? То есть во время развития зародыш должен каким-то образом себя померить и решить, что вот здесь мы будем делать такие самиты, здесь будем делать всякие самиты, а здесь мы больше уже как бы самиты заканчиваются, хватит. Мы достигли кончика хвоста, например, позвоночных. Следующий вопрос. Тоже страшный, интересный, тоже про биологию развития. Большое количество животных обладает способностью к регенерации. Из так называемых, я не люблю это слово, человек, который работает с кнедариями особенно, предположим, среди низших животных, вроде кнедарий, способность к регенерации просто фантастическая. Губки, губок вообще можно протереть через сито, и они регенерируют прекрасно. Чем более сложные морфологические животные, тем более трудно обстоит дело с регенерацией целого тела. Но, например, у саламантр, то есть у хвостатых амфибий, прекрасно регенерируют конечности. И на этой картинке у нас передние лапы саламандры, которую отрезали слева на уровне предплечья, чуть ниже локтя, а справа гораздо ближе к телу, чем локтевой сустав. И если отрезать по предплечью, то регенерируют только предплечье, кисть и пальцы. А если отрезать выше предплечья, то регенерируют все, что должно регенерировать. То есть регенерирует плечевая кость, образуется локтевой сустав. Я не оговорился, плечевая кость, после этого локтевой сустав, локтевая и лучевая кости, запястье и кисть. Каким образом животное, которое что-то регенерирует, узнает, чего ему не хватает? То есть каким-то образом должна поступить информация в организм, что мне не хватает именно этой части. Давайте будем регенерировать ее. И кроме того, если вы регенерируете что-то, то вам это нужно включить в сложную систему вашего организма. Нужно подключить это к нервам, нужно подключить это к мышцам, которые уже имеются, которые вы не собираетесь разбирать и так далее. То есть каким образом новая часть интегрируется в уже имеющейся части, это тоже страшно интересно. Следующий вопрос. Вот на картинке слева, снизу, собственно, на единственной картинке, здесь две дафни. И они генетически идентичны. Но, как вы видите, одна вся такая в шипах и колючках, а другая такая более гладенькая. Все зависит от того, где они растут. Если они растут в присутствии хищников, то на них развиваются всякие эти самые защитные структуры. А если они растут в отсутствии хищников, то эти структуры не развиваются. То есть на развитие могут воздействовать факторы среды. Иногда это гораздо более существенные вещи, чем всякие шипики на дафне. Например, было показано в 2013 году, вышла статья в Developmental Cell, очень хороший журнал, про то, что на установление передней и задней оси у мышиного зародыша влияет то, как этот самый зародыш сжимается в роге матки. То есть как бы стенки матки давят на пластацисту мышцы, застною мыши, сжимают ее в каком-то определенном направлении. И вот то направление, которое задается этим сжатием, становится передней и задней оси. Вы, наверное, также знаете, что передняя и задняя ось зародыша птиц устанавливается под воздействием силы тяжести. Яйцо в матке у птицы, или она же скорлуповая железа, поворачивается. И таким образом бластодиск, то есть зародыш, все время наклонен. И из того конца бластодиска, который наклонен, кругу говоря, ниже, образуется голова. Еще замечательный пример с определением пола. У черепах, если температура низкая, образуются самцы, а если температура высокая, образуются самки. У крокодилов, если температура низкая или высокая, образуются самки, а если температура промежуточная, образуются самцы. То есть все влияние факторов среды на эмбриональное развитие очень высоко и далеко. И заниматься им тоже очень интересно. Особенно для людей с зоологической душой, вроде бы, с пристрастием без позвоночника, вот этот следующий слайд должен быть близок. Есть довольно большое количество животных, не обязательно паразитов, но паразитов просто это особенно хорошо выражено, у которых есть сложные жизненные циклы. Например, у нас здесь на картинке, которую я там украл, жизненный цикл фасциолы печеночной двуспи, которая, видимо, существует в позвоночных животных. После этого откладывают яйца, яйца попадают вместе с калом наружу, и попав в воду, из этих самых яиц образуются личинки, как-то плавые, ресничные плавающие личинки, которые называются мироцией. Мироцией плавают, заражают улитку, прудовика, например, и внутри прудовика проходит сразу три стадии. Сначала образуются спароцисты, после этого внутри спароцисты образуются редии, в редиях образуются циркарии, циркарии выходят, плавают и каким-то образом оседают на какой-то траве, и после этого эту самую траву уже пожирает окончательный хозяин. Каким же образом внутрь одного генома запихали столько разных морфологий? Это же как сколько планов строения разных, столько раз нужно, грубо говоря, практически повторять эмбриогенез. Не вполне, но, в общем, похоже. И, на мой взгляд, это, конечно, удивительное дело. И, связанный с этим вопрос, вот такой, это немножко вопрос про курицу и яйцо. Здесь на картинке вы видите аналиду, значит, многощетинка в очаровении, у которой замечательная ресничная личинка под названием метрария. Вот такая вот красотка невероятная. И это же совершенно разные планы строения. И какой из них эволюционный первый? Представьте себе, у вас есть два сценария. В результате облотворения образуется эмбрион, эмбрион развивается, и получается некий взрослый организм, способный к размножению, который выглядит как метрария. И после этого в него, в этот самый взрослый организм, который выглядит метрария, интеркалирует взрослая стадия. Либо же в результате оплодотворения эмбрионального развития образуется взрослый, и только потом эволюционно интеркалирует ресничная личинка. Тоже очень важный вопрос. Недавно Хосе Мария Мартин Дюран выложил на биоархив классную статью, как раз таки про Веню, которой он эльски ратует за вот этот вот желтый сценарий, за то, что сначала была взрослая форма, а личинки образовались много раз независимо. Но это как бы не точно. Значит, в этом очень интересно копаться. Значит, наконец, вопрос, который наиболее близок мне, это откуда берутся разные планы строений. У нас у всех одноклеточные родственники имеются, самые близкие животные, одноклеточные организмы – это ханфлагелят, которые позовительно похожи на ханациты губок, но совершенно не обязательно являются недоразвитыми ханацитами, одиночными ханацитами. Вполне допустимо, что губки свои ханациты сделали похожими на ханафлагелят конвергентно. Может быть, и нет. Это тоже не точно. Но если посмотреть дальше, какие бывают другие формы, оказывается, что бывают формы самые разные. И такие, и такие, и вот такие вот, и разные билотерии. Каким образом из одноклеточного предка образовалось все вот такое вот невероятное разнообразие живых форм? Ну и, наконец, всяческие медицинские вопросы. Существует большая область медицины, которая занимается разнообразными расстройствами развития. Образуются эмбрионы, в том числе человеческие эмбрионы, у которых, например, дуплицируется оси тела, или рождается ребенок с двумя головами, или разнообразные полидоктилии, когда вырастает много всяких пальцев. Репродуктивная медицина – это тоже в чистом виде эмбриология, и там бесплодие проблемы. И биология рака – это тоже, в общем, биология развития, потому что это то, как клетки забывают, что им нужно перестать делиться и покончить с собой вовремя. Ну и, наконец, сейчас модная тема – это разнообразные дела, связанные со столовыми клетками, использование столовых клеток в терапии, использование всяких регенеративных терапий. Например, была замечательная статья, почему, собственно, люди не регенерируют конечности так, как это делают аксолотли или саламандры. Потому что мы делаем шрам. То есть у нас раневая поверхность, как можно скорее заделывается, и образуется пробка, считайте, которая мешает развиваться. Был страшный старый эксперимент, какие-то японцы, я, к сожалению, забыл, как зовут, назвали авторов, они постоянно мешали образоваться шраму при регенерации и добились регенерации фаланги пальцев. То есть, в принципе, это тоже еще… Копать не перекопать. Вот теперь, собственно, когда я все это перечислил, то, что меня страшно заводит про биологическое развитие, можно, собственно, переходить к мясу этой лекции, и первая лекция будет про благотворение. И начнем мы, опять-таки, еще разок с жизненного цикла. Предположим, мы тут. Любой организм начинает с благотворения, после этого происходит эмбриарное развитие, и дальше существует два пути. Либо у вас прямое развитие, и тогда вы можете даже образовывать личинки по дороге. Может быть, у вас даже будет метаморфоз, как у бабочки, но тем не менее у вас все равно прямое развитие, потому что план строения ваших личинок будет примерно такой же, как план строения взрослого организма. В результате этого образуется ювенильный особь, которая, как взрослая, только не половозрелая. После этого она проходит половое созревание, образуются там самки-самцы, миоз, образование половых продуктов, облаготворение, и поехали снова. Если у вас не прямое развитие, то у вас имеется первичная личинка, вот эта вот тресничная стадия, которая похожа на метрариум, трохофору или на велегер, или еще на что-нибудь, и тогда для нее у вас припасен совершенно отдельный план строения. И только потом в результате метаморфоза она образует ювенильный особь, который имеет уже план строения взрослого. Например, если говорить о знакомых всем кончатых червях, то трохофора, вот эта вот будет типичная первичная личинка. После этого, когда, например, метр, а в корольный конец в нектохето, вот нектохето, это уже ювенил, потому что она начинает выглядеть как червячок, и у нее рост сегментов образуется за счет задней, это зона роста на заднем конце перебегиди. и весь тип развития совершенно меняется. Потому что если вы для ЗВПшников среди аудитории, или для эмбриологов среди аудитории, если вы помните все эти самые карты развития, спиральное водравление, что из какого области мира произойдет, это все правда про трохофору, а после этого резко становится неправдой, потому что вся эта самая зона роста, это в общем-то практически все целиком 2D малые. То есть, грубо говоря, это то, что выросло практически из одной клетки. Значит, едем дальше. Значит, яйцо и сперматозоид это совершенно уникальные клетки, потому что это клетки, которые должны сдохнуть. То есть, если они в качестве вот как яйцо или как сперматозоид, они совершенно не жениспособны в течении долгого времени. Если не происходит оплодотворение, они покойники. А вот если произойдет оплодотворение, они превращаются в тетипотентную зиготу, из которой вырастает все, что довольно удивительно. Головые клетки образуются из первичных половых клеток. И самое забавное это то, что у всех животных первичные половые клетки, ну, хорошо, сойдемся на всех белатерально-симметричных животных. У всех белатерально-симметричных животных первичные половые клетки просто потому, что у радиально-симметричных у низших животных часто нет гонады, так, соматичной гонады как таковой. Но первичные половые клетки в гонаду всегда приходят откуда-нибудь. Они всегда иммигранты. Гонады, как правило, это мезодермальная структура, и в нее заползают вот так вот здесь вот мыши зелененькие в данной ситуации первичные половые клетки у всех животных. И на мой взгляд, это очень забавно. Образование половых клеток похоже и у самцов, и у самок. То есть аггенез очень похож на сперматогенез. Сначала у нас имеется сперматогонии или агонии, которые нормальные диплоидные клетки, которые делятся метозом. Это так называемая пролиферативная фаза. После этого начинается фаза роста, и в результате этой самой фазы роста получается либо сперматоцит-1, либо ацит-1, и то, и другое. Это очень крупные клетки. И сперматоцит-1 и ацит-1 это не результат первого деления миоза, это то, что входит в первое деление миоза. И тут случается первое деление миоза. И в результате первого деления миоза образуются сперматоциты-2 или ациты-2, вернее, один ацит-2 и второй ацит-2, а первое полярное тельце. О том, зачем нужны полярные тельца, мы еще поговорим. То есть самый простой вопрос не зачем, но там есть еще один самый простой ответ не зачем, но еще есть, чтобы ациту-2 досталась вся цитоплазма, но там есть еще один такой прикольный момент, потому что в них прячут активные центриоли. Вот, смотрите, это у нас, подождите, а что-то пропустилось, нет, не пропустилось, это мышь, зеленым покрашено верительное деление и красные и красные кромосомы. Как вы видите, сверху у нас образовалась полярная тельца. В результате второго деления миоза образуются либо 4 сперматиды, если у вас сперматогенез, либо яйцо, яйцеклетка и второй полярный тельце. и дальше происходит собственно процесс так называемого сперматогенеза, если мы говорим про сперматогенез, это когда из сперматид образуются собственно плавучие холостатые сперматозоиды, которые совсем по-другому выглядят, чем сперматиды. И теперь давайте еще быстренько перед тем, как пойдем дальше, вспомним, как работает миоз. Но сначала митос. Когда случается митос, в каждой соматической клетке у нас есть материнская и отцовская хромосома, параграммологичный хромосом. В результате деления каждая из них удваивается, хроматиды разделяются, и после этого каждая дочерняя клетка опять-таки наследует одну материнскую хромосому и одну отцовскую хромосому. В миозе еще не совсем так. Во время первого деления миоза и материнская и отцовская хромосома делятся, но не до конца. Образуются так называемые бивалентные хромосомы. Это такие хромосомы, которые похожи на буху Х или Х. И у них не разделившиеся центромерные области. А поскольку количество хромосом у нас считается традиционно подцентромером, то вроде как хромосомы удвоились, а по-прежнему 2N. И эти самые кроме того, еще происходит важная штука конъюгация хромосом и обмен участками. В результате рекомбинации эти самые хромосомы оказываются не вполне такими, какими были материнская и отцовская хромосомы. В результате первого деления миоза по дочерним клеткам, в данном случае это будут спермат генез, то это будут спермат циты 2, расходятся вот такие неподеленные бивалентные хромосомы, у которых произошел обмен участка. И в результате второго деления миоза центромер наконец разделится, и эти самые биваленты разойдутся по дочерним клеткам. У нас получится 4 клетки из каждого миоза, которые состоят из 2 делений. У нас образуются 4 клетки, каждая из которых несет по одной хромосоме из каждой пары. Но это будут не такие хромосомы, которые начинали миоз. Итак, у нас закончился сперматогенез и огенез, и я бы хотел немножко рассказать об истории открытия плавых клеток, потому что это страшно любопытно. Принято начинать с Аристотеля, поэтому давайте начнем с Аристотеля. Буду переводить с листа, поэтому извините за пинку. У животных некоторые возникают из животных родителей того же вида, в то время как другие животные появляются спонтанно и не от родителей того же вида. Эти случаи случайного зарождения обычно встречаются либо в разлагающейся земле или в растительной материи, так как в случае насекомых, в то время как другие животные спонтанно возникают внутри животных из секреции их внутренних органов. О том, каким образом детерминируется пол, Аристотель тоже имел собственное мнение, по-моему, это тоже очень здорово. Он считал, что от отца ребенок наследует, от отца приходит семя, и это тепловое начало, а от матери приходит менструальная кровь, и это холодное начало. И семя, и менструальная кровь несут в себе характеристики родителей, и дальше происходит схватка тепла и холода, и если побеждает тепло, то будет мальчик, а если побеждает холод, то будет девочка, извините. Девочки. Вот так вот, но это, конечно, сделаем прыжок сразу на много-много веков. Это Уильям Харвей, который часто пишется как Горвей, он написал книжку, который сказал, что здесь вот даже на картинке написано «ex ova omnia», что все из яйца. он считал, что любые животные появляются из яиц. И я вам очень рекомендую прочитать это уже довольно старый обзор. Удивительные 10 лет открытия яйц из первой в 17 веке страшно любопытно. Значит, Харвей считал, что яйцо невероятно важная вещь для образования новой жизни, но не вполне понятно, что он считал яйцом. Значит, он скрывал оленей, которые находились в состоянии гона и пытался обнаружить изменения в их яичниках. Тут интересно, что он яичники называл тестикулами, которые вообще-то семенники теперь считаются. И не мог ничего найти. они выглядели совершенно нормально и, кроме того, он не нашел никаких признаков спермы. И тогда этот самый Гарвей решил, что новая жизнь зарождается в матке после совокупления таким же образом, как воображение или аппетит возникает в мозгу и что яичники вообще не влияют на это дело. И в общем, короче, Гарвею пришлось пересмотреть свои исходные взгляды. Значит, голландец по имени Ян Сфамердам заявил, что все животные рождаются из яйца, отложенного самкой того же вида, что очень современно звучит. и другой исследователь Николас Стену, по-моему, он был датчанин и, по-моему, он потом стал кардиналом, но я не уверен. Значит, он тоже рассматривал эти самые яичники животных и обнаружил, что яйцевод открывается в брюшную полость так же, как он считал, открываются яйцеводы у птиц. И, в общем, он считал, что яичники женщин аналогичны. тестикулы женщин аналогичны яичникам. Так, сейчас закончу. Это Ван Граф, который открыл графа пузырек. Он открыл фолликулы яичника и решил, что содержимое фолликулов это яйца. Единственное, что он не мог объяснить, это то, каким образом происходит облудовление и он считал, что какие-то испарения спермы оплодотворяют яйцо. Наконец, Левенгук, который был вездесущ, разглядывал сперматозоиды в свои более или менее сильные микроскопы и собственно описал сперматозоиды. Как видно по его картинкам, с этими сперматозоидами что-то сильно не в порядке. Головки этих сперматозоидов сильно деформированы. Возможно, даже люди подозревают, поскольку он сначала обнаружил, что ему принесли нашли труп изнасилованной женщины и ему принесли образец спермы из этой самой несчастной убитой женщины. и он сначала рассмотрел, обнаружил сперматозоидов вот в этой жидкости, после этого подумал, что может быть это какие-то паразиты. И тогда он добыл еще образец спермы, не скажу как, и посмотрел на нее, и тут обнаружилось, что вот эти самые разнообразные странные головки и сперматозоидов. И с тех пор пошла эта самая дискуссия над тем того, не было ли у него какие-нибудь генетические заболевания, которые приводят к образованию ирегулярных сперматозоидов. Но так или иначе Левенгук описал сперматозоиды. Люди, тем не менее, не были уверены практически 200 лет, что сперматозоиды имеют какое-то отношение к оплотворению. Кроме того, не было понятно, что внутри сперматозоидов. И это связано, конечно, с войной сторонников преформации и со сторонниками эпигенеза. Некоторые считали, что внутри сперматозоидов имеются сперматозоиды, потому что где же еще сидит маленький свернутый человечек, гомункулюс, который после этого разворачивается. Собственно, во всех языках слово развитие или там разворачивание, это все разворачивание. Само слово развитие это отрыжка преформации. тут стоит вспомнить Карла Эрнстафан Бера, великого эмбриолога немецкого и российского, который у нас также известен как Карл Максимович Берр, на котором все могут посмотреть в полизологическом музее, он там уже очень старенький сидит, но он за свою жизнь очень много сделал для эмбриологии, перед тем, как увлекся прочими всякими делами вроде географии, и он обнаружил, что зародыши позвоночных животных страшно похожи друг на друга. И сначала они похожи, а после этого они все менее и менее похожи. То есть он был сторонник эпигенеза. Он сформулировал то, что мы называем законами Бера, что более общие характеристики большой группы животных появляются у эмбриона раньше, чем более специальные характеристики, более частные. Из наиболее общих форм образуются все более частные и наконец образуются уже животные с уведомимыми характеристиками своими. И страшно важно и то, собственно, что отличает его от Гекеля, это то, что он считал, что каждое эмбрион животного вместо того, чтобы следовать последовательно через взрослые стадии других животных, становится все более и более отдаленным от них, то есть, что ранние формы животных гораздо более похожи друг на друга, чем более поздние формы животных, в то время, как Гекель считал, что, грубо говоря, что рыба становится лягушкой, становится птицей, становится мышкой, грубляя. Значит, в эмбрионы более высоких форм животных никогда не воспроизводят в точности любую другую форму, но только более ранний эмбрион какого-то другого животных. То есть, вот еще раз, это сравнение Гекеля и Бера. Значит, это вот его представление о том, что антогенез рекапитулирует филогенез, а это представление Бера о том, что в ходе развития ранние изгородыши похожи, а после этого они все менее и менее похожи. Так, идеи преформации были отвергнуты, когда возникло то, что называется интриглумс механик, механика развития. Это была в основном немецкая школа, немецкая эмбриологическая школа, и здесь пока на картинке я показал эксперимент, который провел Ханс Дриш. Он разрезал четырехклеточный эмбрион морского ежа на четыре отдельных гластомера и показал вдоль анимальной дегативной оси. Это важно, потому что если бы он подождал еще одно деление, разрезал поперек анимальной дегативной оси, у него вышел другой результат. Но вот когда он разрезал этот самый четырехклеточный эмбрион на четыре отдельных клетки и дал им доразвиться, оказалось, что из них вырастают четыре нормальных плютуса, четыре нормальных личинки из каждой, просто маленькие, как четверть размера нормального плютуса. Соответственно, у каждого из этих гластомеров существовала способность отрегулировать свое развитие и компенсировать потерянную информацию, которая, возможно, могла существовать в трех других клетках. Так, эпигенез, ура! Как начинается новая жизнь? Первый, кто сказал, что взаимодействие между яйцом и сперматозоидом необходимо для формирования, для плодотворения, был итальянский священник, которого звали Лацарос Палантани. Он еще засветился в изучении регенерации хвоста головастика. Берр, о котором мы только что говорили, открыл яйцо млекопитающих, оплодотворение, собственно, показал один из братьев Гертвигов, который наблюдал, как происходит оплодотворение морского ежа. Не только оплодотворение, но и слияние мужского и женского пронуклеуса. Если вы подумаете о том, каким образом устроены мужские и женские гометы, то они невероятно разные. Сперматозоид страшно специализированная клетка с невероятно компактизованным хроматином, который служит как средство доставки этого самого ядра и центриоли, собственно, которая играет с пентозоидой роль базального тела жгучка. Яйцо это гигантская клетка, которая содержит невероятное количество регуляторной информации помимо ядра. В ней запасена не только еда для эмбриона на все раннее развитие до тех пор, пока он не сможет начать охотиться самостоятельно какими-нибудь образом питаться. Но и масса всяких регуляторных молекул матричных РНК и белков, которые будут конструктировать развитие этого самого зародыша. То есть вот это вот у вас будет яйцо, а это у вас будет ключ к яйцу. То есть сперматозоид по сравнению с яйцом это как ключ по сравнению с машиной. в ходе спермогенеза происходит следующее. Сперматита теряет сетоплазму, образуется жгутик, вокруг жгутика собирается комплекс из митохондрии, которые будут приводить в движение, давать топливо для этого самого жгутика. жгутик начинается с базального тела жгутика, которые посовеместились с антреоль. Из аппарата Гольджи образуется акросомная гранула, которая будет страшно важна для оплотворения. И сперматозоид страшно сложная структура с точки зрения ультра своей ультраструктуры. Вот здесь виден срез через жгутик. И видите, что типичный жгутик имеет аксонему из микротрубочек. По системе две отдельных микротрубочки в центре и девять дублетов микротрубочек по краям. И видите, вот эти тени, как спицы у колеса. Это так называемая радиальная спица, которая состоит как минимум из 17 белков. Вся эта система приводится в движение за счет того, что дублеты микротрубочек связаны посредством белка, который называется мексин, двигают микротрубочки относительно друг друга белок под названием денин. Это моторный белок, который образует тубулиндениновую систему движения. с использованием АТФ таким вот образом это работает. То есть у вас есть микротрубочка, как вы знаете, помните, что у микротрубочек есть плюс-конец и минус-конец. Вот если взять два дублета микротрубочек и положить рядом друг с другом, и на одном дублете будет сидеть денин, денин побежит к минусу к концу микротрубочки. То есть он начнет сдвигать микротрубочку относительно себя. Но поскольку в хвосте сперматозоида те самые микротрубочки связаны через нексин, вместо того, чтобы сдвигать до бесконечности один дублет относительно другого, у вас происходит изгибание этого самого жгутка. Яйцо имеет разнообразные оболочки. Вот здесь вот картинка, изменитая картинка из учебника Гилберта про устройство яйца морского ежа. И подождите, я не параллельно сделаю перерыв. Может быть, мы перервемся. Если есть вопросы, я не знаю, что там пишут, может, мне не видно. 16 вопросов. Есть один вопрос в чате. Евгений Потапенко спрашивает, делится ли первое полярное тело? Может. У некоторых делится, у некоторых не делится. В чате пока не было вопросов. Если у кого-то есть вопрос, поднимайте руку. Евгений Евгеньевич, пока вот аудитория думает, мы задаем вопросы. Мы сейчас очень подробно рассказывали про то, как формируется спермий, про то, что практически остается только жгучка ядра, вся остальная цитоплазма сбрасывается. Но мы знаем, что бывают безжгучковые сперматозоиды. Можно что-то сказать по поводу того, как они устроены, как они вообще живут? Как так случилось, что такие клеточки вообще формируются? Ничего не знаю. То есть как бы у нематод, насколько мне известно, безжгутиковые сперматозоиды, у которых амебоидная подвижность, сперматозоиды бывают страшно разные. Я покажу сперматозоиды дрозофилы, тоже убудьте нате, сперматозоиды, которые не могут плавать. То есть как бы понятное дело, что исходный вариант сперматозоида это свободно плавающий сперматозоид с небольшим жгутиком, который каким-то разом мог изменяться. Но то, что клетки могут менять, при этом быстро менять свою морфологию от жгутиковой к амебоидной, известно даже у одноклеточных родственников животных. Недавно я посмотрел по Зуму прекрасный доклад про то, как я не помню на кого-то на капсоспору что ли, на кого-то из наших ближайших родственников одноклеточных можно было надавить, и они превращались из жгутиконосной формы в амебоидную и обратную. Так что я не думаю, что это очень технически сложный процесс сделать из жгутиконосной клетки амебоидную и обратную. После того, как вы сбросили большую часть цитоплазмы, я боюсь, что... Да, понятно, да, то есть как бы там обратно. Просто для амебоидного движения нужен очень сложный цитоскелет и объем цитоплазмы. Извините, да. Там, кажется, в чате, да. Да, тем временем в чате очень всех беспокоит судьба полярного тельца, так или иначе. Есть два вопроса, я их сразу задам. Зачем полярному тельцу делиться, все равно скоро умирать. И второй вопрос, какой относительно объем цитоплазмы отделяется в составе полярного тельца? Объем цитоплазмы очень разный в разных видах. Как вы видели, вот у мыши довольно большое полярное тельце, бывают совершенно крохотные полярные тельца. Зачем делиться? Не знаю, просто так. Но я вам покажу еще несколько видео, что бывает, если полярному тельцу не дать отделиться, потому что у него есть суперважная функция, в него прячутся антреоль. Так, и еще есть один вопрос. Как происходит формирование передней и задней оси у млекопитающих? Да, спасибо, Марин. Еще, на самом деле, насколько знаю, этот вопрос немного тоже связан с полярным тельцем, поэтому, Гриш, если сможешь как-то прокомментировать этот момент, спасибо. Спасибо. Если честно, последнее, что я читал, это вот эта статья про то, что про влияние механических факторов на образование передней и задней оси, но я, наверное, я не знаю. Правильно будет сказать, что нет, я, наверное, я не знаю. просят показать еще раз слайды со сперматогенезом и оогенезом и с названием статьи о Гарвея. Удачи. А также есть более обширные вопросы, уже даже во множественном числе. Есть информация в интернете, что сперматозоиды людей в этом веке менее подвижные и есть тенденция на уменьшение подвижности. От чего это зависит? Правда ли это? Не знаю, я работаю с актиниями. Есть ли какие-то временные ряды о подвижности сперматозоидов актинии? Я думаю, относительно актинии точно нет, но я насчет подвижности сперматозоидов людей наверняка ряды есть, потому что для репрогативной медицины это страшно важно, я думаю, и люди занимаются уже довольно давно. Наверняка есть какая-то статистика, но просто она мне совершенно не знакома. Так, следующий вопрос. У пчел трутни развиваются из неоплодотворенных яиц в результате вирусовой особи диплоидной или гоплоидной. И если они диплоидны, то когда и как восстанавливается этот набор хромосом? Это страшно интересно. Опять-таки я не знаю, но восстановление плодности это очень интересно, потому что ведь существует еще такая штука партеногенез, каким образом там все происходит, я, к сожалению, не могу вам ответить, я не знаю. Так, на этом пока вопрос временно иссякли. Спасибо. Григорий Евгеньевич, можно я тоже спрошу вот о гонку? Все по поводу гамет, яиц и сперматозоидов. Вообще формирование яйца очень сложная такая штука, и яйцо, формирование яйца называется предэмбриональным развитиям, где-то я такое читала, по-моему, у Дондуа, в его учебнике. рассказывая про это очень интересную вещь по поводу того, что яйцо и сперматозоид это по сути тупиковые программы, которые ничем не закончатся, если вдруг не случится оплодотворение. А у меня в голове такое определение, что вообще терминальная дифференцировка сама по себе это признак многоклеточности. Но при этом мы знаем, что есть теметические протисты, которые умеют формировать кометы, яйца и сперматозоиды, ну вот, там, не знаю, малярийный плазмогий. Можно ли рассматривать просто на основании того, что этот простейший организм умеет формировать кометы, можно ли его рассматривать как многоклеточный? По-моему, это немножко семантический вопрос. это вопрос про термины. Наверное, я никогда про это не думал, и, наверное, мне все равно. Мне не кажется этот вопрос существенным. Дело в том, что понятно, что многоклеточные организмы произошли из одноклеточных. В данной ситуации ужасно интересно посмотреть, например, на то, каким образом вот эти вот наши ближайшие родственники, вроде капсоспоры и прочих шкутиконосов, которые могут временно образовывать такие ассоциации, которые скорее не колония, вроде как похожи на маленький эмбриончик. В какой момент кончается одноклеточность и начинается многоклеточность? Это такой очень вопрос скользкий. То есть такая серая зона большая, когда они образуют какие-то ассоциации. Или совершенно дикая история с этим самым диктеостелемом, который сползает с амибуидной клетки, после этого делают, грубо говоря, слезняка, который куда-то начинает ориентированно ползти. Это очень сложный вопрос. Но с одной стороны, он очень сложный, а с другой стороны, на мой взгляд, он не очень важный. Потому что какой-то мне нужно подумать про это дело. Можно мы поговорим в следующий раз? Потому что мне нужно подумать. Мне просто кажется, что у меня в голове яйцо это такая клетка, в которой закодировано в грубой форме, как развитие многоклеточного организма. Но если мы говорим про яйцо и про сперматозоиды простейших, что же там закодировано в этом яйце? При том, что мы знаем, что бывает настоящая угония у простейших. У них крупные яйца, сложные. Что в этом яйце? если нет простенькая программа, сложное яйцо. Там простенькая программа, кто-то пишет Windows, а кто-то пишет змею. Сложно сказать. Огромное количество таких вопросов, которые упираются в слова. Можно ли считать половым размножением конюгации инфузории? Не такое. Там размножение нет. нет? Да, в том то и дело, потому что нет размножения. Здесь как раз все просто. В вопросе с гометами, мне кажется, там есть терминологическая сторона, а есть все-таки сущностая сторона, как мы понимаем, вообще развитие, потому что эмбриогенез это нечто применимое только к многоклеточным, это есть некоторая программа дифференцировки клеток, потомков клетки. и сам процесс дробления подразумевает фрагментацию цитоплазмы с локализацией разных программ в разные клетки. А если мы говорим о простейших, у которых есть настоящее яйцо и настоящий сперматозоид, то непонятно, зачем такая сложная конструкция для организма, у которого нет по сути программы дальнейшего развития. Восток формируется унитарный организм без вот этой сложной системы дифференцировки клеток. Наверное, можно это дело по-другому смотреть. Есть страшно древняя программа, которая, начиная с первого сперматозоида и с первой яйцеклетки, у вас есть эта самая программа слияния гомет. Но вся эта самая программа развития, которая развивается на основе инструкций запасенных в яйце, это же тоже результат эволюции. вся упаковка яйца, распределение разнообразных цитоплазматических детерминантов яйца, это же возможно не изначальная ситуация. Яйцо усложняется с усложнением организма, строение яйца тоже подвергается отбору. И то, как вы распределяете компоненты внутри цитоплазмы яйца, это тоже непостоянная вещь. Есть страшно простые яйца, например, яйца быстро развивающихся животных, вроде нематод, например, или туникат. Они очень стратифицированы, там все лежит по полочкам и дальше начинает труд. Но особенно туникат, ну и спирали. А, например, яйцо млекопитающих вроде как очень просто устроено, хотя после этого вырастает страшно сложный объект и все это развитие в основном регулируется межклеточными коммуникациями сигналами. Так что я не знаю, я думаю, что это меня не удивляет, что у просто устроенных организмов существует яйцеклетка и сперматозоид. Я думаю, что я могу продолжить эту мысль. А зачем можно рассматривать все эти соматические ткани многоклеточных как аппарат для поддержания яйцеклеток? Зачем городить такой сложный аппарат ради того, чтобы заниматься половым размножением? Можно по-другому посмотреть. Арина сказала, что зачем половый процесс? Нет, я думаю, что сложно. Зачем тело тогда? Я думаю, что сложно. А зачем там, я не знаю, зачем огород городить и делать суперсложного гигантского осьминога, который после этого откладывает яйца один раз в жизни и дохнет. очень сложный мозг, я не знаю, что угодно, сложное поведение и вдруг бац. Да, просто вопрос зачем, это очень человеческий вопрос. Да, вопрос зачем, это такой... Ну, я согласна, согласна. Вопрос зачем, он не совсем биологический. Биологический вопрос как? Ладно, да, мы хотим сделать совсем как бы, я не знаю, пятиминутный перерыв попить кофе. Подождите, подождите, я хочу последнюю подсказку из аудитории. Из аудитории нам подсказывают, что трутни гаплоидные, самки диплоидные и у них гаплодиплоидии. Спасибо. Мы знаем, просто она может вас так вот. Окей, а хорошо, но если вот человек, который это написал, спасибо огромное, потому что я просто, мне, наверное, говорили, когда я учился в университете, но я совершенно забыл. А что у трутни с миозом? Вот если, если, если ты самец и ты гаплоидный, как тебе сделать сперматозоиды? У них же тоже быть миозом. То есть, а? Зачем они уже гаплоидные? Я не думаю, я думаю, что миоз, я думаю, что миоз страшно важная вещь. Я думаю, что им нужно, я думаю, что они не обходятся без миоза и, вероятно, не восстанавливают диплоидность, после этого проходят через миоз. не знаю. Так вот, общественность пишет, что без миоза, у меня тоже такие фантастик. Это нетрадиционный миоз. И вообще, у вас миозоцентричное мышление. Есть такое дело, да. Нет, ну просто у всех животных, в смысле у всех организмов с гаплодиплофазным циклом, у них формирование сперматозоидов происходит без миоза путем метоза. Я не могу сказать, что пчелы это гаплодиплофазный жизненный цикл, но, тем не менее, это возможно, я к этому говорю. Страшно интересно. Я почитаю про пчел, очень, очень любопытно. Ну что, мы будем продолжать? Я думаю, что нужно, может быть, или вы хотите перерыв на кофе? Так, мы можем спросить о общественности. У вас там внизу в меню зума есть такая кнопочка реакции. Если вы хотите перерыв на кофе, поднимите руку, и мы посмотрим, насколько это необходимо. Ну или вообще что-нибудь такое. Поднимите что-нибудь. Поднимите что-нибудь. Поднимаются ручки, я вижу. Ладно, давайте пять минут и после этого продолжим. Да, давайте пять минут. Да, хорошо, сейчас у нас 40 минут, без 15 и 7, соответственно, мы опять подключаемся. Следующая часть будет коротче, чем первая. Да, руки можно опустить. Спасибо. Продолжение следует... Не опустите, а перейдите от стены, да. Спасибо. Продолжение следует... 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 способов выводить яйца. Яйца просто протискиваются через энтотермальные эпители и кастральную полость животного. И при этом страшно сжимаются энтотермальными клетками. И пока они протискиваются, они теряются у полярной тельца. Это страшно неудобно, потому что полярные тельца отлично маркируют анимальный полюс яиц. И мне, как человеком, занимающимся всями тела, это было бы очень кстати. Но они в данном случае не хотят со мной считаться. У большинства животных яйцо оплодотворяется либо в виде ацета, то есть перед началом миоза. Так происходит, например, у аскорид, так происходит у нериеса, у любителей полихет. Так происходит у собак и лис. У многих животных яйца замерли на стадии первой метафазы. То есть у них метафазный блок на стадии первой деления миоза. Например, у морских звезд. У некоторых немертин, у хитоптерс, это такая седентарная полихета. у некоторых яйцо замерло на стадии второй метафазы. Но если существует метический блок, то оплодотворение является тем странным случаем, который этот самый метафазный блок снимает. вот здесь вот вы видите так называемый зародышевый пузырек у морской звезды, если я не ошибаюсь. По-моему, это морская звезда. И вот это вот анимальный полюс. И здесь будут отделяться полярные тельца, которые здесь помечены. PB, это polar body. Значит, полярный тельць первое, полярный тельць второе. Зародышевый пузырек это, собственно, гигантское деконденсированное ядро этого цвета. Если вы поищите работы по морской звезде в свитере МНОГО, существует группа, которые занимаются этим самым процессом, который называется germinal vesicle breakdown, разрушение зародышевого пузырька, которое происходит перед самым первым делением МИОЗа. Вот этот самый зародышевый пузырек, который сначала находится в центре яйца, а после этого начинает... Здесь образуется вот такой вот, может быть, вы видите, фибриллярный такой канал, зародышевый пузырек начинает мигрировать к анимальному полюсу, и вот это вот самое подтягивание зародышевого пузырчка к анимальному полюсу происходит путем улавливания его такой невероятной актиновой сетью. То есть они красили флюоресцентный актин, и это похоже, как будто не вот кто-то забросил, поймал этот самый зародышевый пузырек, подтянул к анимальному полюсу, после этого все это дело развалилось, потому что перед самым первым делением миоза происходит вот этот самый germinal vesicle breakdown, разрушение зародышевого пузырька, и оно просто превращается в женский трануклеус, отделяется первое полярное тело, потом второе полярное тело, и так далее. И здесь уже четко видна ось яйца, у любого яйца имеется так называемая анимальная эгитативная мышь. Если вы сперматозоид, какие стоят перед вами задачи? Во-первых, вам нужно найти яйцо, потом вам нужно понять, что это правильное яйцо, и не слиться с чем-нибудь, с чем вам сливаться не следует. После этого вам требуется слиться с яйцем. Если вы яйцо, то вам нужно привлечь сперму, вам нужно разобраться, какой сперматозоид вашего вида. В-третьих, вам можно каким-то образом избежать полиспермии, потому что если развитие происходит в воде, и наружное оплодотворение, и вокруг плавает туча спермы, то неминуемо к вам прилипнет большое количество сперматозоидов. И, наконец, после оплодотворения нужно запустить все те программы, которые нужно запустить, чтобы начать эмбриональное развитие. Что происходит во время оплодотворения? Происходит для начала происходит мощный хемотаксис. Я не буду вдаваться в подробности про то, каким образом включается кальциевый насос и каким образом сперматозоид начинает плыть к яйцу, я уже подзабыл все это дело. Детали этого дела я вам хочу показать вот это вот видео замечательное. Изначально в 1902 году американский эмбриолог Лилей обнаружил, что яйца морских ежей привлекают сперму. И со временем выделили вот этот вот самый аттрактант, который называется резакт. И сейчас вы увидите, как сперматозоиды морского ежа реагируют на маленькую капельку резакта, которую капают в воду, где они чудесно плавают. Вот это вот бронзское движение сперматозоидов, и сейчас в центр картинки капнут резакт. И все отправились в центр. Фантастика. А теперь представьте, что вы яйцо, и вы лежите в центре. И вся вот эта вот толпа пытается вас оплодотворить, а вам нужен только один. Не такое простое дело. Первое, что делает сперматозоид, который добирается до яйца морского ежа, это он должен проникнуть через вот этот самый желатиновый слой. Для того, чтобы проделать дырку в желатиновом слое, используется содержимое акросомной гранулы. Случается так называемая акросомная реакция. Акросомная гранула содержит фермент, который этот самый желатиновый слой умеет переварить. Кроме того, у сперматозоид морского ежа образуется микроворсинка, которая называется акросомальный вырост. И этот акросомальный вырост несет на себя кое-какие важные молекулы, которые будут определять правильный ли сперматозоид оплодотворяет правильное ли яйцо. И наконец, когда происходит вот это самое связывание, и когда оказывается, что сперматозоид правильного вида оплодотворяет яйцо правильного вида, в яйцо впрыскивается, грубо говоря, ядро сперматозоида, и кроме того, обязательно это вот здесь оранжевенькая центриоль. Вот здесь на картинке на электронках внизу видно, каким образом образуется этот самый акросомальный вырост, и акросомальная реакция изливается содержимое акросомной гранулы, после этого растет акросомальный вырост. Самое интересное, что на этом акросомальном вырасте сидит белок, который называется бензин, вы все понимаете, что это слово bind, связывать, и если частички обмазанные бензином бросить в чашку, в которой находятся яйца в данной ситуации, стронглоцентротус бурпуратус морской еж, то если бензин из стронглоцентротус порпуратус, то все эти самые яйца агглутинируют, они слипнутся на бензин, потому что на яйцах рецепторы бензина, и это видоспецифично, если вы используете шарики, которые покрыты бензином из другого вида ежа, стронглоцентротус францисканус, то тогда яйца останутся несклеенными, а вот если вы возьмете яйца францисканус, то тогда не склеится на бензин францисканус, но не склеится на бензин пурпуратус. Вот такая вот система отбора. Здесь я попытался это дело нарисовать. На яйцеклетке рецептор бензина, на акросамальном вырасте сидит бензин. Но на самом деле таких механизмов, которые определяют правильно ли сперматозоид, пытаются оплодвейт правильно ли яйцо, очень много самых разных. И я хочу вам показать результаты одной статьи, которую опубликовали уже 4 года назад. Мы, по-моему, ужасно классные. Это мои из соседнего дома группа Ди Паули. Они работают с Данью Рейли в зеброфиш с рыбкой. И они обнаружили, что оплодотворение за видоспецифичное оплодотворение зеброфиш за видоспецифичное оплодотворение в этой самой Данью Рейли отвечает такой белок, который называется баунсер, вышибало. Смотрите, вот это вот таким образом выглядит яйцо оплодотворенное спермой дикого типа через полтора часа после оплодотворения. это яйцо дикого типа и сперма дикого типа, а вот это яйцо, которое нокаут по баунсер. Что такое нокаут для начала? Я про это вероятно буду время от времени говорить, поэтому сразу договоримся. Когда я говорю, что ген нокаутирован, это значит, что сломана копия этого гена на хромосоме. Это мутированный ген. Либо он вообще вырезан, и от него не осталось ничего. нулевой элит. Либо не производится белка, но главное, что есть ошибка в гене на хромосоме. Если же я говорю нокдаун, это значит, что ген на хромосоме в порядке, но по каким-то причинам либо в результате РНК-интерференции, либо морфолина нокдаун, либо в результате еще каких-то притурбаций не образуется его продукт. Либо РНК разрушается, либо белок не транслируется, что-нибудь такое. Значит, нокаут – это когда сломан ген, а нокдаун – это когда нет его продукта. В данной ситуации сломан ген. Значит, вот здесь вот это яйцо, у которого баунсер бит на обе копии на обе геномогичных хромосомах. Как вы видите, это яйцо не дробится. Но если сделать интерцитоплазматическую инъекцию спермы, то это самое яйцо прекрасно задробится. То есть, каким образом вы можете инъецировать сперматозоид в яйцо мутантное мутантное по баунсер, и тогда эмбриональное развитие начнется совершенно нормально. Как же это работает? Оказалось, что если яйцо дикого типа, то сперматозоиды к нему прилипают. Как вы видите, вот здесь вот сперматозоиды, они покрашены розовеньким. А если яйцо мутантное по баунсер, то никаких сперматозоидов на нем не сидит. Более того, они исхитрились и стали оплодотворять яйца Данио Реррио, у которых баунсер либо из Данио Реррио, либо из Медаки. Это по-русски называется Аризия. Аризис Лотипис или Медака. То есть допускается Медака это стандартное английское название, но по-русски как-то в Википедии я вчера сказала, Медака тоже допустим. Короче, это рыбка другого вида. Так вот, если взять, если попробовать оплодотворить яйцо Данио Реррио, сперматозоиды Данио Реррио, получится, понятное дело, зародыш Данио Реррио. Если попробовать оплодотворить яйцо Данио Реррио спермы Медаки, ничего не получится. Оплодотворение не произойдет и яйцо дохнет. Но если взять яйцо Данио Реррио, которое экспрессирует баунсер из Медаки и оплодотворить его сперматозоидами Медаки, то развитие начнется и зайдет довольно далеко. Как вы видите, у этого эмбриона, который, конечно, дохнет, но, тем не менее, у него даже глазик есть. Есть, есть. Марина качает, кого-то, тем не менее, есть. Он додробился, гаструлировал и нейрулировал. У него даже глазик есть. Есть глазик. Вот. Как я уже сказал несколько раз, при оплодотворении передается не только ядро, но и центросома. почему это важно? Потому что таков, что у яйца отсутствие у яйцеклетки, у зрелой яйцеклетки активной центриоли, это что-то вроде чеки у гранаты. Оно не дает яйцу задробиться без оплодотворения. Поэтому важно, чтобы сперматозоид доставил в яйцеклетку не только свое ядро, но и активную центриоли. В конце я потом вам покажу еще пару видео, но сначала два слова про блок полиспермии. Как сделать яйцо морского ежа, из тебя течет резак, на тебя бросаются голодные сперматозоиды, а тебе нужен только один. Первый приплыл, слился, и первое, что делает яйцо, это оно меняет потенциал своей мембраны. Мембранный потенциал яйца меняется примерно минус 70 милливольта плюс 20. То есть происходит скачок напряжения, но это дело приходящее. Следующее, что происходит, это волна свободного кальция в цитоплазме. Сейчас я вам покажу кино. И смотрите, вот здесь пять яиц, в которых уколот флюоресцентный сенсор кальция внутриклеточного. И как только появляется свободный кальций в цитоплазме, яйцо начинает светиться. вот эти циферки над яйцами, это те яйца, в которые уколот этот самый сенсор. Они же здесь внизу. И первым оплодотворится вот это яйцо, вторым оплодотворится вот это яйцо, третьим это, четвертым это и наконец это. Сейчас они неоплодотворенные, вы видите, что они голенькие, у них нет оболочки оплодотворения. Когда они оплодотворятся, вы видите, что очень быстро возникает, образуется оболочка оплодотворения. Давайте посмотрим. Красота. Таким образом происходит волнообразное накопление кольца по всему яйцу, которое распространяется от точки, в которую попал сперматозоид, по всему яйцу волнообразно. И вот то, что вы сейчас видите вокруг яйца, сейчас уже не видите, вот видите, поднимается оболочка оплодотворения. Оболочка оплодотворения это страшно важная вещь, потому что это механический барьер, который не позволяет после оплодотворения никаким другим сперматозоидом слиться с этим яйцом. Когда сливается сперматозоид, в результате выброса кальция запускается процесс, который является экзоцитозом так называемых кортикальных гранул морского яйца. Под мембраной находятся визикулы, содержат неважно что, но в результате образуется вот эта самая оболочка оплодотворения, которую вы видели на прошлом слайде. Сейчас я его тормозну в нужное время. Вот смотрите, видите, вот это оболочка оплодотворения. и это совершенно непроницаемый барьер для лишних сперматозоидов. Видели, как приплыл сперматозоид первый? Сейчас яйцо поднапряглось и после этого начинает отделяться оболочка оплодотворения. Сейчас второе оплодотворится, где стрелка будет. Вот сюда сейчас приплывет пац. Пац. Экзоцитос картикальных гранул происходит тоже волнообразно, потому что запускается все это волной кальция. То есть там, где началась волна кальция раньше, там экзоцитос гранул начнется раньше. Еще раз покажу. Красиво. Понятное дело, что там происходит что-то с цитоскелетом, потому что яйцо перед тем, как сделать оболочка оплодотворения, так сжимается маленько, тушится. Как вы видите на этой картинке из учебника, здесь образование оболочки оплодотворения гругля сбрасывает всю лишнюю сперму и яйцо начинает счастливо дробиться. После оплодотворения запускаются самые разные процессы яйца. Во-первых, снимается миотический блок. Если яйцо не доделилось, то сейчас пора делиться миозом и сделать женский перонуклеус. Запускается синтез белка, запускается синтез ДНК, если надо опять-таки пронуклеус сперматозоида это практически кристаллическая структура. Там насколько я помню даже не гистоны, а протамины. То есть очень сильно положительно заряженные белки, на которых ДНК сидит так, что ее не отлепить. И соответственно это все нужно заменить обратно на гистоны, чтобы сделать доступным хроматин, который приехал на сперматозоиде. Наконец, как я уже много раз говорил, центросома сперматозоида начинает действовать как центр организации микротрубочек, который начинает подтягивать, сейчас я вам покажу картинку, подтягивать женский пранукрус. И кроме того, у очень многих животных оплодотворение вызывает невероятно массивные перестройки цитоплазматические. Если вы вспомните, например, развитие лягушки или развитие асцидий с этой картикальной ротацией невероятной, это очень впечатляет. Если вы поищите, не будет времени рассказывать про развитие лягушки, но если вы просто поищите видео про развитие лягушки, плодотворение лягушки, у ксенопса левис анимальная половина яйца пигментирована, а вегетативная нет. И то, что там происходит, таким образом начинает ощущение, что яйцо ксенопса попало в стиральную машину, и он начинает болтать, пигмент, очень впечатляет. Значит, и это все микротрубочкозависимое движение. Интересно. Вот здесь на этой картинке показано то, как у морского ежа сливаются мужской и женский пронуклеус. тут несложно догадаться, какой из них мужской из того, что я сказал. Есть какой-нибудь идей. Верхний или нижний? Я не знаю, как. Верхний. Верхний мужской, да. Верхний мужской, потому что рядом с ним сидит активная центросома, центр организации микротрубочек. Вот эта вот звезда, которая называется спермастер, она и действует как ловчая сеть, организующая микротрубочки, после этого подтягивающая к себе женский пронуклеус. Самое любопытное это то, что вот такое классическое слияние пронуклеусов, как я сейчас показал, оно известно практически только у иглокожих. У нас, например, все происходит не так, а как у кускориды. Хотя, конечно, на ежа, конечно, приятнее быть похожим на паразитическую нематоду, но тем не менее у нас не так. Пронуклеусы не сливаются до первого зиготического метоза. И после этого отцовские хромосомы, материнские хромосомы делают общую метафазную пластинку в ходе первого деления дробления. У членистоногих оплодотворение называется гономерным. При этом хромосомы остаются раздельными аж до конца первого метафаза. Сейчас я вам покажу, как происходит. У дрозофил. Значит, вот и тот дрозофил, как вы видите, здесь заблокированы в метафазе один яйцо. Это метафазная пластинка. И вот это сперматозоид, который проник в это самое яйцо. И как видите, он гигантский, у него гигантский хвост. Размер сперматозоидов у дрозофила меня повергает в некоторый ужас. потому что вероятно, потому что мужчины переносятся на себя. Потому что дрозофила, вот она такая маленькая, 2,5-3 миллиметра, а у меланогастера, дрозофила меланогастера, сперматозоид в длину 22 миллиметра, а у дрозофила в бифурках аж 58 миллиметров. То есть, если его размотать, этот самый сперматозоид, он гораздо больше, чем эта самая муха. Зачем так? То есть, они при этом как-то подергиваются еще умеют. Но понятное дело, что плыть под дрозофили такой гигантский сперматозоид, особо не может. Вот. Но теперь к собственно оплодотворению. И так оплодотворение произошло. Метафазный блок как бы разблокирован. Извините за тавтологию. И вот здесь, как вы видите, образуется аспермастры. центросома сперматозоид начинает активничать. Образуются две метафазные пластинки. То есть, это второе деление миоза. И этот самый спермастр улавливает. В результате получается четыре ядра. Одно из них будет использовано, а три, понятное дело, будут выброшены. и одно ядро становится женским пронуклеусом, который подтягивается к мужскому пронуклеусу, и они слипаются. И дальше женские хромосомы, даже после конденсации, сидят отдельно от мужской, от мужских. Вот вы видите, здесь две кучки хромосомы, одни от папы, другие от мамы. И видно, что вот здесь вот мужские хромосомы покрашены красным, женские хромосомы покрашены. Не помню, покрашены или не покрашены синие. В общем, короче, одни красные, другие синие, только в профазе два не смешиваются. Фантастика. Теперь обещанное видео про то, зачем полярные тельца. Значит, вот здесь вот зеленым помечены материнские центриоли. это мы видим миетические деления. Смотрите, пожалуйста, на правое, на левое верхнее видео, которое цветное. понятно, что произошло. Делились две клетки, и помеченные центриоли, которые пришли от агонии, которые активные центриоли, обе оказались в полярных тельцах. Так? В результате, ой, сейчас, простите, в результате, смотрите, левое, нижнее, и у вас образуется нормальное веретено-деление с использованием поделившейся центриоли сперматозоида. Вот она тут. Видно? Сейчас еще раз проиграю. Вот здесь вот сидят материнские центриоли, запертые в полярные тела, а здесь образуется веретено-деление, первое деление дравления на отцовской центриоли. Теперь смотрите, что будет, если одну материнскую центриоль, которая пришла изначально из гонии, не пустить в полярные тельцы. активную центриоли. Красота? То есть, получается трехлучевая звезда вместо нормального биполярного веретена-деления. Тут уж начинаются всякие аналпоидии. А здесь на правой нижней обе материнские изначальные активные центриоли не допустили в полярные тельца. И вот у нас получается четырехполярное веретено-деление. Понятно, То есть, как бы, поэтому очень важная, одна из очень важных функций полярного тельца, это чтобы спрятать там активную материнскую центриоль, которая иначе может наделать дел во время деления, во время дробления. Наконец, когда произошло все то, что произошло, яйцо начинает дробиться. Вот это вот яйца лягушки, и я бы хотел в качестве заключения показать вам такое вот кино про то, как яйца эти самые дробятся и обратить ваше внимание, что размер эмбриона совершенно не меняется. то есть просто клеток становится больше, подразделяется имеющаяся изначального яйца цитоплазма, и после этого что-то происходит, и начинаются всякие движения клеток, вот сейчас видите, что-то начало двигаться, и вот сейчас уже начнется гаструляция. Вот. На этом на сегодня все. Я бы хотел, чтобы после этой лекции спросили себя, как работает миоз, как работает сперматогенез и агенез, понятно ли вам, каким образом сперма находит яйцо, и как она с ней сливается, и каким образом яйцо предотвращает полиспермию, вспомнили про баунсер и про бензин, вспомнили про то, какие части сперматозоида переносятся, инъецируются в яйцеклетку, и каким образом яйцеклетка предотвращает полиспермию, и наконец, когда сливается генетический материал. Вот, на этом на сегодня все. Если есть какие-нибудь вопросы, я с удовольствием отвечу, если смогу. Валенцовна? у нас есть вопрос в чате про то, почему не видно ядра. Где? В начале, видимо, там, где слайды про развитие яйцеклетки, в самом начале это половина. мне кажется, да, вот третий слайд. Вот здесь вот? Вот гидро. дальше, и еще дальше. Вот это? Вот это, по-моему, да. По-моему, это в этот момент люди спросили. Да, потому что все зависит от того, с какой оптикой вы на это дело смотрите. Это то, что здесь используется, так называемый контраст намарского, который дает вам фальшивый объем, и там легко увидеть зародушивый пузырек, а вот ядро в нем совершенно, в принципе, не видно. для того, чтобы увидеть ядро на этой картинке, вам нужно ее специальным образом покрасить. Вы можете использовать флюоресенцию. Если вы хотите увидеть ядро на живот, яйца, это тогда можно использовать всякие витальные красители, например, хёкст. А если на дохлом, то там существует сто разных способов, как его покрасить. Ну и кроме того, если у вас модель позволяет, например, трансгенез, вы можете взять трансгенные животные, которые будут искать экспрессировать, например, какой-нибудь красный флюоресирующий белок с сигналом ядерной локализации, тогда у вас будет прекрасно сиять вот это место красным. Так, следующий вопрос. Чем обусловлена такая форма сперматозоидов фудрозофин? Ну, не знаю. Не знаю. Если кто-то может прокомментировать, я буду страшно признателен. Не знаю. А чем? Интересует, как же у них копуляция происходит, сколько времени занимает перенос такого сперматозоида санца к самке? А насколько я понимаю, он как бы его выдвигает. сложенный там, как гармошка, я не знаю. Я, если честно, не интересовался, но я могу спросить у знакомых, если кто-то может прокомментировать, пожалуйста, сделайте это, если вы работаете с дрозофилом. я не знаю. Но форма сперматозоидов это, конечно, особенное дело, потому что даже если сравнить мышины сперматозоиды с человечьими, то тоже будет очень большая разница, например. Мышины сперматозоиды имеют вид секиры странный, и может быть у этого есть какая-то специальная причина, но я, например, не знаю. А у человеческих сперматозоидов такие овальненькие, симпатичные. Насколько если я правильно помню, на кроличьих похож. У меня есть глупый вопрос. Я вот ни разу не эмбриолог, и все успела благополучно позабыть, вот там были слайды про оплодотворение, кажется, у дрозофила. И уже сперматозоид попал в клетку, и там запускается последняя деление, образуются четыре женских пронуклеуса, и потом один из них будет выбран для оплодотворения. А что определяет, какой? Я думаю, случайность. Насчет того, что определяет какой-нибудь выбор. чего-нибудь это вообще страшно интересно, я не знаю. Возможно, здесь есть какое-то специальное объяснение. Я думаю, что что нащупалось, то и поймалось в данной ситуации. Но есть очень похожая ситуация. А чем они щупают? В смысле, там же какой-то химический процесс, его не обмануть природе? Я думаю, что образуется такая звездоподобная структура из микротрубочек, которые начинаются от цинкросома. И вот что поймалось, то поймалось. Дальше подтягивается, подматывает. Таких вот случайных выборов очень-очень-очень много. Например, одно время я работал с гидрой. У гидры существует очень похожий процесс, правда, на ситуацию выбирается не про нуклеус, а, собственно, то, что будет яйцеклеткой. У гидр, как вы помните, наверное, есть интерстициальные клетки, из которых образуется яйца, сперма и несколько клеток. И когда из интерстициальных клеток образуется яйца, это происходит таким образом, они начинают делиться, 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 и образуется огромное количество ацитов-один. После этого из этой кучи ацитов-один мистическим образом выбирается один, который вдруг решает, что вот теперь-то я буду всех жрать. И он начинает фагоцитировать, сначала отщипывать кусочки цитоплазмы у всех остальных ацитов-один, а после этого полностью их поглощать, и эти ациты-один становятся так называемыми клетками-нянь, почти без цитоплазмы, то есть такие шарики, и в каждом яце гидры будет сидеть по несколько тысяч этих самых клеток-няня, которые при этом еще и транскрипционно активны, не апоптотические, то есть каким образом выбирается этот самый ацит, совершенно непонятно, насколько я знаю, вообще непонятно. и вот так вот. Да, клетки-няньки, конечно, это очень интересно, у полихета тоже много случаев такие бывают, сумасшедшая вещь. И у плоских червей тоже все эти самые желточные клетки, тоже странно. Так, кажется, Павел хотел спросить, правильно я понимаю? Да, да, спасибо, Григорий Евгеньевич. Все-таки хотелось бы задать этот вопрос снова про связь полярного тельца и выхода его, да, и вот и анимального полюса. Они очень тесно связаны. В общем-то, да, какая здесь есть внутренняя какая-то связь между ними есть или это ну вот как-то просто так почему-то случилось, что оно там сверху? Да, если мы смотрим на азитоамфибии, там сверху образуется и там же образуется анимальный полюс. Но вот даже у тех, у кого нету желтка и всего этого добра, у них тоже ведь даже анимальный полюс там же образуется. Вот что в основе этого лежит? Почему так происходит? Что у вас? Сложный вопрос. Я, наверное, честно, это вот не знаю. То есть, как бы опять скорее всего существуют разные эксперименты с центрифугированием, которые позволяли сместить место отделения полярных телец. сейчас я постараюсь вспомнить. Дело в том, что ядро связано с целым комплексом разнообразных белков, которые каким-то образом видимо связаны с ядерной мембраной. И эти белки, которые связаны с ядерной мембраной, каким-то образом влияют на полярность. Я в этом деле не специалист. Я не знаю какие-то белки. есть ли аналоги другой вопрос. Но да, это заложено. Есть ли какие-нибудь аналоги кортикальной ротации у других организмов? Как определяется вторая ось тела? Очень по-разному. Типичная кортикальная ротация есть, например, у ассидии. Я про это поговорю еще в третьей лекции. там кортикальная ротация такая, что амфибиям не снилась. Там она двухфазная и сначала все падает, вся кортикальная цитоплазма падает на вегетативный полюс. После этого она сдвигается на спину. И вместе с... Это суперстарый эксперимент Конклина 1905 года, по-моему, он опубликовал статью и обнаружил, что у нас он работал со стиелой и у стиелой такая же желтая кортикальная цитоплазма, которая после этого все оказывалось там в таком желтом серпе, он это дело назвал. И после этого все клетки, которые наследовали цитоплазму желтого серпа, становились мышечными клетками хвоста, ликвидиосыдий. Понятное дело, что это не желтый пигмент определяет судьбу, но после этого докопались до того, что вместе с этим желтым пигментом колокализуется МРНК, по-моему, МРНК, а не белок, такого кодирующего транскрипционного фактора под названием мачо, потому что мышцы делают. И это такой цинковый палец, который запускает программу образования мышц. У нематод очень мощные перестройки цитоскелетные происходят после оплодотворения. Видно, как колбасит яйцо, у него мембрана становится не гладкой, а наоборот, вот такая вся шершавая, и есть прекрасное кино про это. Это тоже микротрубочки или это какая-то другая? Это микротрубочки. Насколько я знаю, все эти самые критикальные дела, это всегда микротрубочки. Очень интересно, конечно, как ядра движутся за счет микротрубочек. Не знаю, я не вникал в подробности все это, но это выглядит просто потрясающе. Учитывая, что у нас ядра тоже очень долго друг другом взаимодействуют и переходят перестраиваются, как они это делают, конечно, само по любопытно. Я недавно наткнулся на статью, в которой утверждалось, что ядро является механосенсором и что когда на клетку давят, для меня всегда это было так, что на клетку давят, клетки держатся друг за другом клеточными контактами, мы про это дело еще поговорим, и когда вы тянете за клетку, мембрана слабенькая, она ничего не держит, это как мыльный пузырь, поэтому то, что я могу себя потянуть за палец и не разорваться, это потому, катгеринами, собственно, у меня есть молекулы клеточной адгезии, которые внутри клетки прикреплены к цитоскелету, а снаружи клетки прикреплены к другим молекулам клеточной адгезии на соседней клетке, соответственно, если потянуть за катгерины, то может в ответ запуститься какая-то специальная экспрессия генов про это дело. Поговорим, но была статья совсем недавно, я могу поискать, ну или вы сами поищите, про то, что ядро и сжатие ядра является механосенсором и на сжатие ядра клетка реагирует, изменяя экспрессию генов, что, конечно, фантастика. Мой последний вопрос на самом деле про другой процесс. Есть такой большой разговор общий про взаимодействие полов и вклад полов в размножение и как это происходит. Взаимное влияние. У человека редко такая ситуация возникает, когда из только мужских пронуктусов или только из женских развивается зародыш. Ничего из этого хорошего не происходит, конечно же. Но это показывает, по крайней мере, что вклад сильно неравномерный. Генетический вклад, конечно же, вещи брали в основном. Генетический и эпигенетический. Насколько такой феномен существует у беспозвоночных, что вообще про это? Можно ли так сказать, что генетический вклад у беспозвоночных тоже неравномерный? Или, в общем, это более-менее каритет? Классный вопрос. Не знаю, я думаю, единственный животный, на котором это можно было бы удобно смотреть, потому что существуют разнообразные делеции, это дрозофила. Но я не знаю, что там известно. Кроме того, у нее очень мало хромосом. речь идет про те случаи, когда вдруг в качестве каких-то процессов вроде того, что ты на картинках специально четыре центриоли образовые получились в ядре. Такое случается в результате ошибок и благотворения. И вот когда из, например, два мужских пронуклеуса проникли, несмотря на все блоки, и слились, образовали зиготу. Это уже полиплоидия, То есть, как бы, ведь бывают же прекрасные... Женская могла не случиться, ну и, в общем, это, так сказать, да, полиплоидия у животных, да, все-таки, ну, мы можем практически исключить ее, когда на ней запрет состояние. бывают клетки, которые полиплоиды в нормальном состоянии, гидроиды. Но они уже терминально дифференцированные, да, то есть, они и дальше не пойдут. Но, например, существуют же ситуации, когда одна и та же делеция, например, с отцовской или с материнской хромосом происходит, приводит совершенно разным... Ну, вот примерно про эту же историю, я вот примерно про эту же историю, да, да, то есть как бы уже существует, там, про человека известны, например, просто всяческие клинические данные. Есть самый знаменитый синдром Прадер-Уилли и синдром Ангельмана, который одна и та же делеция на 15-й хромосоме, в зависимости от того, у кого она произошла, на отцовской хромосоме или на материнской хромосоме фенотип совершенно различный. Ну, механизм там довольно такой запутанный. Не знаю, что да. Именно за счет того, что в эти области неравномерный вклад дают. Но есть такой вот общий феномен, когда развивается только из мужских сперматозоидов, из мужских пронуклеусов развивается эмбрион. Он не развивается долго, но у человека такое тоже бывает. А есть которые из женских только. Что-то с полярным тельцем не до конца случилось. И ничего из этого хорошего не происходит, но это совершенно два разных варианта. У беспозвоночных вроде как по идее, как мы считаем, что эволюционно вклад полов должен быть более-менее не такой большой, не настолько различный, как у позвоночных и у всех. у нас. Но я, честно говоря, не уверен в какие-то такие уже очень общие предположения. Мне кажется, что эта история очень давняя, давняя эволюционная. Эволюционная вот это, что конкуренция кто там, кто кого. Очень любопытно. Я просто не знаю. Надо почитать. Спасибо. Григорий Евгеньевич, если вы на чат обратите внимание к вашему последнему разговору, там есть два замечания. Не могу назвать это вопросами. О, любопытно. Про геногенез, андергенез, да, но это рыбы. Про беспозвоночных ничего. мне просто неизвестно в данной ситуации. Разные метилирования во время геногенеза отца и его матери больше всего тут известно про млекопитающих. И действительно там с метилированием происходят какие-то вообще фантастические вещи. само то, что, например, вы наверняка знаете, что у млекопитающих у самок одна их хромосома инактивирована полностью, кроме одного участка, который есть на игреке. И сам механизм этой самой инактивации страшно любопытный. но главное, что в зародыше, то есть как бы в том, что раньше называли эмбриобласт, в клетках, которые развились из внутриклеточной массы, там инактивация этой самой хромосомы происходит случайным образом. Может быть, отцовская выключена, а может быть, материнская выключена. Поэтому возникают эти трехцветные кошки. А вот в трофобластика, из которой образуется зародышевая часть плаценты, инактивируется всегда отцовская хромосома. Каким образом это происходит? Во всяком случае, может быть, известно, мне неизвестно. Там ужасно любопытно с этим. И была очень интересная работа про то, каким образом метилирование влияет на то, у кого как метилировано, влияет на результат при наследовании окраски. Есть такая мутация Агучи. Можете поискать статью про мутацию Агучи. Там дополнительный энхансер, который запускает ген Агучи. И в зависимости от того, у кого насколько этот самый энхансер метилирован, будут либо желтые мышки рождаться, либо коричневые мышки рождаться. И важно, что метилирование полуспецифично. Я не помню, то ли метилирование этого самого энхансера у самок она играет роль, а у самцов не играет роль. Запутанная история. Криш, нам просят вернуть слайд со схемой его генеза и там, где изображены типы установки. И в связи с этим вопрос. В какой стадии замирает яйцеклетка у разных животных? Это очень по-разному. Тогда вам нужен другой слайд. Вот этот. Это не всегда известно, но, например, у ланцетника очень интересно, потому что у него получается, что первая полярная тельца сидит снаружи оболочки оплодотворения, а вторая полярная тельца сидит под оболочкой оплодотворения. Я тут несколько лет назад увидел ланцетника вживую. Такое счастье, прям такие невероятные, такие классные эмбрионы. и взрослые тоже такие с этими сахстанами. Очень смешно. Да, Дриша, я у тебя знаешь, что хотела спросить? Меня в прошлом году академические дети смутили по поводу выключения тельца бара. Насколько я понимаю, оно выключается очень рано. В смысле, образуется тельца бара, когда выключается второй экстремат. Дважды. Дважды. Оно выключается дважды. Как можно выключиться дважды? Оно инактивируется сначала одним способом, после этого реактивируется, после этого инактивируется другим способом. Просто было непонятно, почему женщины, у которых есть ген дальтонизма, они не 50 на 50, потому что понятно, что оно должно выключаться до того, как заложился глаз, до того, как заложилась сетчатка в глазе. А при этом сетчатка все равно получается мозаичная в том смысле, что у части клеток есть этот пигмент, а у части клеток нет этого пигмента для того, чтобы воспринимать третий цвет. И, собственно, как так получается, что в итоге женщины не 50 на 50, в смысле, что выключилась сетчатка. Весь вопрос в том, в зачатке сетчатки, какая х-хромосома выключится, отцовская или материнская. Случайным образом. Да, но почему женщины получаются мозаиками по сетчатке, а не 50 на 50? Вопрос в том, что сетчатка закладывается много позже по сравнению с тем, когда образуется тельце бары и выключается х-хромосома. Вот что. Ну и что? Дело в том, что... Слушай, насколько я понимаю, во-первых, все-таки вот импринтинг этот, он происходит у нас в бластула, типа, раннее гаструла. На бластоцисте вторая волна, да. Да, да, да. Но это вторая волна. И смотри, вот как бы с гемофилией, вот я недавно консультировался со специалистом тоже, но у нас просто 50% клеток, ну, как бы, не у нас, у вас, в смысле, у женщин может быть, да. 50% клеток одних, 50% других. Ну и, как я понимаю, что в глазу примерно та же ситуация. То есть, иногда у женщин при определенной такой странной, в общем, там есть какие-то генетически странные вещи, иногда у них проявляются легкие симптомы гемофилии. Но это у одной из тысячи носительниц гена. Нет, смысл в том, что все равно у сетчатки глаза... С гемофилией не так. Потому что у гемофилии ведь... Сейчас, сообразим. Значит, там должно быть 50 на 50, потому что в эмбриобласти, во внутриклеточной массе выключается одна икс или другая икс, случайный процесс. и это может слегка отходить от 50 на 50. То есть, как бы, там, разумеется, флуктуация, там не так много клеток. Если бы было бесконечное количество клеток, было бы 50 на 50. Если выключается мутантный аллель, который отвечает за гемофилию, то у вас в этой клетке работает здоровая аллель. А если выключается здоровая аллель, то в этой клетке находится мутантная аллель. То есть, понятно, что по всем этим штукам будет мозаика, и по дельтонизму, я думаю, скорее всего, работает совершенно точно так же. С кровью это работает тем, что потом все это выливается в кровь, и у тебя, грубо говоря, факторов отбора, на самом деле, факторов свертывания достаточно, в любом случае, даже если у них половина клеток производит. Да, но сейчас это клеточное автономно происходит? Не знаю, да, насколько это действительно происходит. В чате есть предположение, что может потому, что популяция клеток предшественников сетчатки выделяется раньше, чем эта сетчатка закладывается. Нет, это все, я не вижу проблем сетчаткой, если честно. Я думаю, что там должно быть 50 на 50. Ну, должно быть 50 на 50, если, допустим, у нас выключается на стадии 16-клеточного зародыша. Нет, гораздо позже. Да, я пыталась в интернете найти информацию о том, на какой стадии выключается вторая х-хромосома, потому что говорят, что это там на первых делениях происходит. Вот если это действительно происходит на первых делениях, то непонятно, как может быть мозаика из сетчатки. Это то, что Гриша сказал, что это два раза происходит. А пока окончательное происходит все-таки уже, да, уже. На властацисте происходит, да, но там сетчатка, грубо говоря, да, то есть, это вырос мозгом, так, то есть, как бы, это 50% этой самой сетчатки будет с выключенной одной х-хромосомой, вторая, в идеальном случае вторая половина этой сетчатки случайным образом будет с выключенной второй х-хромосомой. Насколько я понимаю, так и должно быть. Ну, просто, видишь, было бы интересно увидеть, где, ну, не знаю, в организме женщины границы этой мозаи, насколько этот мозаицизм, он, знаешь, мелкоклет, мелкосетчатый. Не знаю, у тебя одно ухо одной с х-хромосомой, второе ухо с другой, но нет, наверное, да, где-то это... Нет, понимаешь, даже если на кошку посмотреть черепаховую, она же не вся у нее, не через клеточку. Да, довольно крупные пятна. Вот это белая, белая клеточка, а там все равно формируются пятна. Я об этом и говорю. Презумеется. Переносим это на сетчатку, да, весь вопрос в том, за счет чего, как бы, сетчатка, понятно, что она там на стадии малоклеточного эмбриона, она еще не представлена. И так клетка, из которой сформируется в последующем зачаток сетчатки, он, скорее всего, на этой стадии представлен вообще одной клеткой. Я думаю, что нет. Ну, вот весь вопрос, я и говорю, весь вопрос в том, когда эта граница проходит, когда у нас закладывается сетчатка и когда у нас закладывается... Сетчатка закладывается значительно позже, чем, да, сетчатка, грубо говоря, глаз это вырос в промежуточном мозге, да, сетчатка закладывается значительно-значительно позже. Ну, но при этом... Проектодерма все равно будет содержать оба типа клеток. Я думаю, что да. Да, вот в этом смысл. Но нет, вопрос интересный все равно. Но я думаю, знаешь еще что? Что количество клеток, которые нам необходимы для цветного зрения, оно может быть очень небольшое. То есть не обязательно, чтобы они, может быть, даже какого-то небольшого процента достаточно, чтобы продолжать вот эти различия. Ну что, у нас все еще 46-47 слушателей. Я не знаю. Дорогие слушатели, у вас еще есть вопросы, Григорий Евгеньевич? У меня не вопросы, а скорее просьба прокомментировать, Гриш. Слышно меня? Да. В самом начале ты говорил о том, что у большинства, даже у всех, ты сказал, галатерий, первично-половые клетки закладываются где-то вне ганат. Но если мы говорим о беспозвоночных, то у них часто вообще нет каких-то оформленных ганат. И скорее даже вот эти первично-половые клетки, там, где закладываются, они там и созревают в дальнейшем. То есть я к тому, что насколько это вообще важно. Почему? Если мы вот где-то зазои возьмем, да, там мы видим вот эту классическую миграцию. Если мы возьмем лофатрахозо или дейтеростомя, то в большинстве случаев мы просто не знаем, где по-самому деле образуются перичневовые клетки. А в некоторых случаях мы просто видим, что там, где они образуются, там они дальше развиваются. Ну, насколько я понимаю, про вторичный рот их проще говорить, наверное, потому что там более-менее известно, особенно у Кордова, где образуются первично-половые клетки и где образуются ганады. Ну, я про безпозвоночных, конечно. Да, безпозвоночных. Как правило, первично-половые клетки выделяются очень рано, и после этого мигрируют соматическую ганаду, да, то есть как бы, ну, я не знаю, нематода вся эта самая, П-клетка, да, которая, она же супер-рано образуется, да, то есть как бы… Вот я и говорю, если мы отбросим в сторону всех их дезозои и каких-то… Да, окей, хорошо. …всех остальных беспозвоночных вспомним. Хорошо. У книдарей они образуются вне ганад. У книдарей проблемы с ганадами, но если считать, что то место, где образуются, я не знаю, гонофоры у гидроидов или, я не знаю, первично-половыми клетками, которые мигрируют туда. Про грибневиков ничего не скажу, не знаю. Ползут у них эти самые первично-половые клетки или не ползут, не знаю. У губок настолько все лобильно с дифференциацией, с образованием ганад, да, то есть как бы… Эти археоциты ползают везде, грубо говоря, так? Затем, если смотреть… Если смотреть спиралей… Ну да, черви всякие, например. Да, я думаю про червей как раз. Ну, полихет в перитоне у меня закладываются. Да, 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 но как бы… Не знаю, не знаю, надо читать. Я к тому, что, наверное, не стоит говорить, что у всех дилотерик нет. Может быть, может быть, это я хватил, вероятно. Но надо проверить, я все-таки думаю, что может и у всех. И на самом деле вот интересен вопрос, почему закладка происходит не там, где созревание. Это какая-то попытка, я не знаю, избежать каких-то индуктивных сигналов, чтобы не пойти по пути формирования там соматических… Нет, или что-то… Я думаю, что не ответить на такой вопрос. Я думаю, что нет, ведь есть, например, там… Есть ситуации, когда образование половых клеток происходит индуктивно. Прекрасный вариант был в Спархиале Хава-Енджи, который бы коплав. Там, в принципе, в нормальной ситуации половые клетки – это такие вазоположительные, пивоположительные клетки, которые выделяются очень рано, на стадии восьми клеток уже точно. Есть одна клетка, которая даст все половые клетки, и если ее убить, там, горячей иголкой или еще как лазером, то вырастает бокоплавчик, у которого пустая гонада. И все бы хорошо, это только эти самые ребята в лаборатории Паттелла, они этих самых безгаметных, пустоганадных бокоплавов один раз забыли. И оказалось, что у них образовались вторично половые клетки непонятно откуда, и вроде как из мезодермы каким-то образом. То есть, видимо, ну, хорошо, но если нет, ну, ладно, мы напряжемся и сделаем как-то по-другому. То есть, вероятно, можно как-то индуктивно тоже. Ну да, наверное, на самом деле это не редкость. Вообще, в принципе, если мы говорим о стадии с позвоночниками. Не знаю, я думаю, что как раз-таки редкость. Я думаю, что это просто недостаточное исследование. У меня была такая, возможно, мне нужно почитать, я не знаю. То есть, возможно, это… У меня было ощущение, что куда ни посмотрю, всюду они откуда-нибудь куда-нибудь ползут. Начиная от кнедарей, кончая там, я не знаю, мышью. Ну, не знаю, я в свое время пыталась по моллюскам раскопать эту информацию. Я не могу сказать, что мне что-то… Я и Андрея Александровича тогда спрашивала, и он мне тоже ничего внятного на эту тему не сказал, действительно ли там половые клетки мигрируют в Ганан. Потому что там очень интересная история, потому что есть параспермальные клетки, и нас очень не интересовало, они имеют одно происхождение с, собственно, нормальной спермой, или они происходят, например, если ганада имеет другое происхождение, чем половые клетки, они происходят из ганады, а сперма имеет другое происхождение, потому что парасперма – это тоже очень интересная такая штука, которая непонятно откуда берется. Так что темная история, сэр. Очень темная. Вы же думали об этом деле. Гриша, скажи, пожалуйста, ты будешь говорить о роли апоптозы в развитии? Буду, но минимально. Да, только… Хорошо. Мне это с иммунной точки зрения очень важно, стереотически. Но я как бы должен сразу сказать, что я не специалист в апоптозе. То есть как бы он страшно важен, он там то, почему у большинства 87, кажется, процентов птиц нету пениса, например. Страшно важная тема, да. Я не знаю, это то, почему у нас есть пальцы отдельные друг от друга. Да, да, да. Я предлагаю написать на афише, на афише надо написать вот это вот. У нас будет… Стопочка, почему у птиц нет пениса, да. Почему? Это заголовок для ученых против мифов. Единственное, вы хотите узнать, почему у птиц нет пениса, нужно подключиться. Это для канала Антро Пагинес. Скобочка к мелким шрифам, если вы не страус. Коллеги, как мы действуем завтра, Марина Александровна? Ты у нас задействована в коминаре. Значит, хочу сделать маленькое объявление тем, кто у нас остался, а всем остальным я разошлю все по почте. Значит, сегодня мы внезапно выяснили, что на аккаунте нашего многоуважаемого лектора отключена возможность записывать. Поэтому мы сейчас записываем фактически экран моего ноутбука. Не знаю, удастся ли там все записать качественно. Предлагаю завтра собраться с моего зумовского аккаунта, а я просто всем разошлю по списку… А, альтернативную 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 альтернативную. А также сделаю по внутренней рассылке кафедрально распространенную. И там мы сможем полноценную делать запись. Сегодняшняя запись, если с ней все будет в порядке, то мы ее выложим на кафедральный канал YouTube. Ссылка на нее появится в комментарии под объявлением ВКонтакте, а еще я ее вместе с новой ссылкой Zoom разошлю. Вот так вот вроде. Да, Марина Санна, только единственное, что ты помнишь, что в 17.30 у нас начинается кафедральный семинар еще. Ты сможешь контролировать два семинара в параллель? Нет, вот кафедральный семинар я кому-нибудь сдам. Я останусь тут с вами, буду внимать про развитие. Спасибо. Не бойтесь, я вас не брошу. Спасибо. Гришка, спасибо большое. Не за что. У меня по сегодняшнему осталось почти, конечно, на большое количество вопросов я отвечал не знаю. Почему? Зато честно. Очень интересно про пчел, да, это вот я прям-таки ищу. Да, это тебе домашнее задание. Вот, хорошо, ладно. Ну ладно, да. Спасибо вам большое. До завтра, пока. Спасибо. До завтра. До завтра. До завтра. До завтра. До завтра. Продолжение следует...